Здорово, как меня слышно? Нормально? Хорошо, а ты? Я тоже хорошо слышу. Ты где? Да я просто забыл, что у нас... Не забыл, а не знал в какое время. Я с друзьями договорился встретиться. Но я тут сижу в кафешке в Миллении. Нормально. Да, да, ага. Думали, что Under Armour новый открылся. Еще пока не открыли. Здесь же открывают. А, они пересделают магазин Under Armour? Огромный будет. Вообще соединили несколько... Вы Милленио? Да, напротив прям Apple. Супер, супер. Мне очень нравится. Да, Милленио вообще классно. Оно такое не для туристов, больше для местных. Вот, вот, именно, именно. Да. Еще как жизнь молодая. Супер, супер. Идем в наш гост. Во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во. Всем привет. Здорово. Эээ, как дела? Здорово. Ну, потихонечку. Нормально. Да, мне не нравится майку. Мне тоже, да. Как будто под грибами три. Да, идет на пляже. Андрей, вроде на пляже, правильно? У нас жаричи вообще страшные просто. 33 градуса уже вторую неделю. Да, представляю. Как здесь стоящий вообще. Не, не, ну, если честно, у нас, надо сказать, вот, за 10 лет, что я здесь живу, впервые, что вечером, знаешь, можно дышать. Нет вот такого зноя ужасного. Потому что всегда было летом, даже вечером, ну, гулять невозможно было, потому что нельзя было дышать. А сейчас очень классно. Не, ну, у нас что-то давно такого жаркого лета не было, прям вот конкретно, что вот прям уже месяц стоит вот жара, и вот две недели 33-32 стоит, вот представляешь? Слушай, а у родителей в Самарской области две недели почти 13 было, 13, вот вы... Не, у нас жаричи вообще, Егорыч, прям вообще труба, да. Ну, хорошо, люди хоть немножко позагорают. Супер. Окей, давай не будем потерять времени. У нас быстрый стрим сегодня. Спасибо, что смог подключиться к нам, Андрей и Егор. У нас было, если вы вспомните, начало этого года, следование, и там я как буду сделать маленькую резюме, там, тренировочный, большой объем, как она увеличает на мышечную массу, потому что она у мужчин тренирующихся с отношениями. Это исследование публиковали в Бразилии, не, в США, но сделали это в Бразилии, университет Сан-Паул, большой университет там. И что они там посмотрели? Они, университет были три группы, разделили. Группа, которая сделала, всего исследования было 8 недель. Первая группа сделала 16 подходов на каждую группу в неделю. Вторую группу сделала 24 подходов каждую группу мышц в неделю. И третья группа 32 подходов. И как мы договорились, помнишь, в это время я сказал, я буду сам попробовать. Но ты прям, Стефан, ты прям честно попробовал каждую неделю, все по плану, ни разу не источнил. Я буду объяснить все, что я делал. Сейчас я еще вопрос задам, Надающий. Там они отдыхали четко по одной минуте между подходами и две между упражнениями. Ты также отдыхал? Вот, да, хороший вопрос. Вопрос хороший, ответ. Да, да, очень хорошо, что Андрей сказал. Они отдыхали по минуту через подход, да, между подходами. И каждый между упражнениями две минуты. Это очень хороший момент. Что они сделали? Они тоже посмотрели на максимальную силу жим-лежа и приседания. Окей? И тошину с помощью утрозвук, чтобы там гипертрофия. И тогда я начал. Что детали здесь? У них было два вида тренировок. Тренировка они назвали А и тренировка типа Б. Тренировка А они повторились в понедельник и четверг. Тот же самый тренировок. И как было? Было пятое упражнение. Первый жим-лежа. Потом, может исправлять, если ты не понимаешь. Разводка. Разводка. Потом трицепс. Потом кабельный трицепс. Параллельно приседания со спиной. Да, параллельно, да, параллельно. Ног должен быть параллельно. И разгибание ног. Это была тренировка А. Они повторились в понедельник и четверг. Восемь недель. Тренировка Б. Они сделали вторник и пятницу. Как было? Только четыре упражнения теперь. Широкая тяга. Правильно? Вот. Let pull down. Разведение сигантели на обратном направлении. Вот. То есть задняя дельта и трапеция, да. Да. Изгибание рук на бисепс и штангой. Изгибание ног сядя. Правильно? Сидя. Сидя, сидя, да, да. Вот. И они повторились. Вторник и пятницу восемь недель. Среда, суббота и воскресенье. Отдых. Это было следование. Как они сделали. Что мне сразу надо было изменять. Потому что, если вы вспомните, я говорю с Егором, я иногда тренируюсь в Кайзерниверситете. Это наш маленький клуб. И у меня нету это разгибание ног. Но что я сделал? Тогда я сделал тоже жим лёжа. Плоское разведение сигантелями. Кабельный трисепс. Приседание с штангой параллельно. Но я обменял разгибание ног на выпад сигантелями. Окей? Чтобы работать чуть-чуть. Это ещё сложнее, я думаю. Ты себе услышал. Понимаю, у меня не было. Да, да. Понимаем, Стефан. На выпад сигантелями. Это на тренировке А. На тренировке Б. Что я сделал? Широкая тяга вниз у меня есть. Я сделал то же самое. Разведение сигантеля обратного направления. То же самое. Изгибание рук на бисепс и штангу. То же самое. Четвертый я сменялся. И Банни, ну, сядя, я сделал подниматься на скамью сигантелями. Знаешь, когда поднимаешь степап. Это не то. Это я знаю. Это не то. Но почему? Подожди. Не на все недели. Это раз в неделю я пытался сделать. У меня тоже Алифитнес, как Егор знаешь. Алифитнес мембершип. Допустим, раз в неделю я пытался это сделать. Раз в неделю не получило. Я сделал этот. Поднимаясь, пользуясь с камью. Окей? Надо было ботерем между ног сжимать. Когда нет такого станка, проще всего ложишься на лавку. Честно скажу, не знаю, как тебе, Андрюх. Мне такое упражнение даже больше нравится. Оно более концентрировано. Нет, оно вообще нормально. Просто вот, чтобы подавали, неудобно дать рот. Конечно. Все, вообще хорошее упражнение. Окей. Но я сделал раз в неделю, я постарался идти в Алифитнес. И сделал, как они рекомендовали. Раз в неделю, чтобы тренировался здесь в Кайзере, я сделал просто скамью сегантеезом. Окей? Но я пытался, понимаешь, сократить больше заднюю поверхность. Вот, заднюю поверхность. Но там все равно, там квадридцик его не выключишь. Он все равно у тебя получается квадридцик четыре раза в неделю работал. То есть у тебя там были приседы, здесь заход на скамью. Да, да. Тоже хороший деталь. Ну, давай посмотрим тогда, что случилось. В первой неделе я, они рекомендовали, посмотрим сразу, как они сделали. Они сделали, одну группу сделал, сразу же четыре подхода и два упражнения. Получилось восемь подходов в понедельник, восемь подходов в четверг. Правильно? Да, да, да. И колебали между восьмидесяти повторений. А я, вторую группу, шесть подход, два упражнения, тогда получается двенадцать и двенадцать, двадцать четыре. И третий было восемь, восемь, два раза тридцать два. Как я и сделал. Я сделал постепенно, потому что я сразу понял, что для меня было бы много. В первую неделю я начал тогда с четыре, как они дали сами маленькую группу. Четыре подхода, два упражнения, получилось тогда шестнадцать. Я посмотрел вариативное сердечное сокращение с помощью heart rate variability. Помнишь, Легор, как у нас уже есть? Вот, каждый утром я до начала исследований сделал с первой недели, потому что когда начинается использовать этот прибор, надо сначала, чтобы было какой-то базис. И после этого я начал уже как колебать. В первой неделе тогда получилось четыре подхода. Каждое упражнение. На второй неделе я уже увеличил на пятый подход. Каждую неделю. Плюс, что я сделал? Для упражнения на приседании и для жилья лежа я использовал пуш-бенд, чтобы измерять скорость. И потом даже хочу в будущее, Егор, с тобой, я сейчас еще читаю об этом, и как работать на гипертрофии с помощью скорости. И что я как сделал? До этого я не знал, потому что последнюю статью читал. Но я смотрел, чтобы падать, обычно на мощность мы хотим, чтобы падать только 5-10%. На максимальную силу обычно 20% это предель. Если начинается между каждым подходом 20%, это означает, что чрезмерно. И в такой-то район 8-10% я прекратил, окей? Тогда первой, второй неделе все правильно, четыре подхода. Каждый групп, тогда 16. Потом уже на 20 подходит каждый групп в неделю. Нормально. Что случилось на третьей неделе? Ну, рассказывай. Как ты думаешь? Я думаю, что ты начал потихонечку уставать. Вот. Я уже увеличил еще подход. Теперь уже пошел на 6 подход каждое упражнение, окей? 6 подход каждое упражнение. И получилось, что во вторник, помнишь, надо черновать, в понедельник, в четверг, в пятницу, в вторник уже первый раз, который вариативно, я вставал уже в красном. Уже в красном. А сердце уже не очень. Сказал, окей, продолжим. И что я менял теперь? Я увеличил каждый подход каждую неделю. Первые, два, четыре, пять. На третьей неделе это 6. Что я сделал? На четвертую неделю я снова 6 подходов на каждое упражнение. Тогда получилось 6 умножить на два. 24 в неделе. 24. Вот, вот. И сделал два подхода по 24. Как средняя группа уже, да, получается? Не, не последняя группа. Не, не, средняя, средняя. Средняя группа, средняя группа. Вот, вот, именно. И что я сделал теперь? На второй неделе, тогда четвертой неделе, когда 6 подходов, каждое упражнение. Во вторник снова получил красный. И, да, получил красный во вторник снова. Я продолжу, я продолжу. Когда на 5 недель я увеличил на 7 подходов каждое упражнение, это уже, получается, сколько? 28? 28, по-моему, 28. 28. Да-да-да, 24, 28, да. 28. Что случилось теперь? Я думаю, кирдык практически случился. А? Тяжело стало. Практически кирдык случился. Вообще, вообще, было очень сложно. Я получил уже на тогда 5 неделе всего 28 подходов. Уже получил желтый на вторник, желтый в четверг, красный в пятницу. Что я сделал? Начал чувствовать чуть-чуть болеет уже суставы. Локоть. Суставы. Я начал болеть суставы. И что я сделал? Я еще постарался идти, но я менял. Я менял упражнение. Что я сделал в упражнении? Я менял. Сейчас скажу. Вместо повторить два раза, лежа с штангой, я сделал с гантелем на второй раз. А вместо сделать приседания, два раза, я сделал приседания один раз, лег пресс. Знаешь, лег пресс? Да, жим ногами, да. Лег пресс на второй. И для спины, я вместо лет пулдаун, я сделал один раз лет пулдаун, один раз. Понял. И тогда больше уже нет болезни. Уже перестал болеть суставы. Это было... Это интересно. Вот это интересно. Вот, вот. Я менял. Я менял. Что еще? Тогда, когда пошел на седьмой недель, я достиг до максимума восемь подход на каждую группу мышц. Теперь что случилось? Занятие, тренировка была очень длинная. Помнишь, Егор, я сказал, что вообще было практически полтора часа и больше, потому что надо каждое упражнение сделать на минуту, потом сделать два минуты каждый опериринт, и начал падать. Теперь уже вариативность плохо и скорость... Скорость движения штанга падала больше 20%. Что я сделал? Я разделил теперь тренировку. Тоже самое упражнение, как мы говорили, но я сделал, сейчас скажу, как. Жемлежа и плоское разведение сигантельным утром, и кабельный трисепс и приседания вечером. Я тогда разделил. Я еще и сделал восемь подходов, понимаешь? Да-да, но разделил на утро-вечер. Разделил. Утром, пап, где-то 45 минут, было первая половина тренировок, вечером, в конце работы, в виде шесть часов, когда я закончил, второй половина. Ты как Федоров у нас, когда вот набирал, да, Андрюх, ты, наверное, тоже знаешь, он же делил утром-вечер. И когда ты не работаешь, можешь мне позволить. Да-да-да. Вот. И что я сделал? И продолжим, да, это две недели так, седьмой и восьмой недели по 32 похода. Ну и что ты как вставал утром вообще, просто скажи? Вообще в последней неделе было еще красное, несколько красных. Нет, просыпался утром, ты был бодрый, или ты был уже убитый? Я был так, понимаешь, как разбитый чуть-чуть, когда, знаешь, как ты не очень охота. А ложился спать, хорошо засыпал? Вот это тоже важный момент. И спал нормально, потому что сказал тебе уже, помнишь, я больше приоркауте не принимаю, только кофеин, но что мне требовало делать? Иногда пью этот чай, как сказать, камумил? Забыл. Это чай, который помогает слип. Ага, для сна. Ну ладно, мы поговорим. Не важно. Ромашка? Да, да, мы сами поговорим. А, ромашка. Ромашка. Вот, продается здесь публикс, знаешь? Публикс. И чай, это натуральный, это ничего. и два раза в неделю надо было чай. Но затем, что, что, как ты получил вывод, убылить его мышечную массу примерно на 3 килограмма, ребята. Да ладно? Да, 3 килограмма. 3 килограмма мышечную массу. Именно мышечной думаешь, да? Потому что, понимаешь, я все утром, там, когда без майки смотрят, мне надо было вернуться в Dexafit. Помнишь, я сделал до этого? Но я не смог, значит, заниматься с Anderson Silva. Но сейчас, на этой неделе, буду вернуться. Но, что я сделал, Андрей? Очень, очень интересная. Я смотрел, что до 22-24 подход, мой организм чувствовал очень хорошо. Это для, как вывод, когда я получил с этой среды. Когда начал, начал больше 26 подходов, в группу мышечную, две недели, мой организм не восстановил. И это, когда я начал чувствовать все эти болезни, в суставы. Чтобы дополнительно, я даже дал аудио, Егор сегодня, у меня есть студент, наш студент, Артем Сафонов. И он начал, тоже самое, как послушал наш стрим, и он начал заниматься сразу по 8-м подходу, 32 по неделю. Он перед утомлений сильно. И стали болеть суставы у него тоже, да? Тоже суставы болеть и переутомлений. А как вы думаете, с чем связано вот то, что именно начинают болеть суставы? Не хватает уже жидкости? Почему? В чем причина-то? Это же не травма еще по-любому, правильно? Егор, я думаю, просто это недовосстановление. То есть веса все-таки относительно большие. То есть 80-10 повторений до концентрического отказа. Второй момент, работайте через минуту. То есть в чем есть причина? То есть как ты до этого тренировался? То есть если для тебя режим отдыха в минуту обычный, то здесь стресса бы не было никакого. Но если ты раньше отдыхал 3 минуты и вдруг резко начал отдыхать по одной, это кирдык. Второй момент, какой объем ты до этого делал? То есть если до этого делал в неделю 6 и вдруг стал 30. Ну, конечно, конечно. Ну, понятно. Ну, ребят, так же, вот Стефан делал все грамотно. Он потихонечку добавлял и выходил, да. Вот. Поэтому я тоже всегда про это говорю, что, ребят, вот прочитали исследование, ну, вы подумайте, как вы до этого тренировались. То есть максимум 20% надо объемочка накидывать и постепенно-постепенно к нему идти. И отдых тоже. Отдыхал 3 минуты, ну, значит, потихонечку его сокращай, то есть не сразу на минуту бросайся, да. А был 3, стал 2,5. Привык 2. Потихонечку. И потом уже ставь эксперимент. А иначе, конечно, кирдык наступит. Ну, мне кажется, послушайте, там, если есть время еще. Мне было бы интересно, чтобы вы оба послушали. У меня есть два ролика там по 10 минут. Я не знаю, Андрюха, ты смотрел, нет? Называется один перетренированность недотренированности и недотренированность перетренированности. Ну, звучит как бред, понимаю, но... Я не видел, отправляй меня, буду посмотреть. Да, мне интересно, вот именно, что вы думаете. Я тоже посмотрю, Егор, посмотрю. Смотрите, какой вывод вот делаю я из вот этого всего. Во-первых, ну, для меня удивительно то, что, да, человек, ну, Стефан, понятное дело, тренированный, он всегда тренируется, получал колоссальный стресс, да, никто из нас не будет отрицать, тем более организм об этом говорил. Но, смотрите, мясо-то наросло. И вот, как я о чем всегда говорю, вот послушайте, прав я или нет? Мне кажется, что да. Ведь мы забываем, что, по сути, как я думаю, сама мышца-то не устает. Это как вот у машины закончился бензин. Ведь мы всегда говорим о утомлении центральной нервной системы. Многие кричат, что ее нет. И говорим о эндокринной. Так вот, здесь как раз-таки, на мой взгляд, ведь люди забывают, что, чтобы мышца сократилась, мозг должен, да, сгенерировать импульс. Импульс должен хорошо полететь по нервам. Синапсы должны хорошо передавать сигнал друг другу. Так вот, люди забывают, что и чтобы мозг давал хороший сигнал, и чтобы между синапсами происходил хороший сигнал. Ведь должно быть, ну, определенное количество некоего биологического вещества, которое истощается. И вот, когда люди не умеют, к примеру, как ты, Андрей, говоришь, сразу услышал, вот человек сейчас стрим такой, да, как мы раньше в журнале Качковский прочитал, о, Адори, он так тренировался. И поперли мы все так тренироваться. Мы себя, по сути, перетренировывали, не дотренировывая мышцы вообще, но убивали центральную нервную систему эндокринные. Вот когда основные тренера это поймут, потому что я вижу, тебе там тоже многие иногда писали, да даже не хочу, как бы, говорить, но уже пофигу, лаборатория со мной не работает. Даже, по-моему, лаборатория говорила, что нет утомления, да? Или они говорили, что есть? Нет, не говорили, что нет. Ну, блядь, ну как? Ну, есть, но будем об этом говорить. Да, да. Ну, какие выводы у тебя? И центральная нервная система утомляется, и тем больше помощи теперь, как пушбэнг, скорость с мирами, и точно можно посмотреть. И еще деталь. В конце, после недели, что еще вывод сделал для себя? Потому что два последних года, помнишь, за COVID, все, я начал мало, меньше заниматься, скажем так. Потому что там сначала только дома, с резиновой, закрыли, потом вернулись, я все время как испугался чуть-чуть, не хотел, до сих пор не заболел COVID-19. Практически все здесь в здании, есть 30 профессоров здесь, все заболели COVID-19. Все мои студенты заболели COVID-19. Да я тоже, по-моему, два раза переболел. И что я сделал? Я постарался сопротивляться. Но с этим следом я смотрю, вот могу я еще больше заниматься, без переутомнений, перед тренировкой. Но в такой-то район, 20 подход предель, получается 25-6, уже боль. И все это боль, теперь больше нет. Я снизу еще объем, и не боль вообще, вообще нету. Но занимается... А еще один вопрос, очень важный, возник просто. Помните все эксперименты, вот этот, когда знаменитый, набрали там методикам Неменсера еще, 8-8 паблицей. Ну да, 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 да. Понимаешь? Это как бы Кейси Ваятор, который набрал Кейси Ваятор. Не может ли быть такое? Ведь Стефан раньше, ну, Андрей, ты понимаешь, тренировался гораздо больше. Сейчас очень большое... Я хотел спросить, то есть не было 3 килограмма, просто отыгрывание того, что был небольшой, то есть такое тоже возможно. Видишь, это тоже интересно. К тебе вопрос, Стефан, к тебе вопрос. Да, да. А может быть, просто мышц в массу вернулись, как у меня было раньше? Да. Тоже интересно. Еще, опять, как питание было? То есть питание, ты был профицит? Я постарался кушать чуть-чуть побольше протеин. Больше? Именно. Да, надо добавить, это очень важно, ребята. Когда начинается это более 20 подгода в неделю, надо добавить еще, если нет, 100% организм будет чувствовать. Еще детали здесь. В этом исследовании, помнишь, возраст был ровно в среднем 27 лет. Я 42 года, это тоже разно. Видишь, мой организм. Они могут быть терпели, потому что 27 лет, они младше на 15 лет. Это тоже... Ну, там и эндокринная система более мощная, конечно. Да. По молодости мы дубасили там и по 4 часа, и ничего не было. Да. А этот наш студент, Сафонов Артем, он, по-моему, 35 лет. И, видишь, сразу начал на 32 подхода, и перед сомнением было, было сильно. А потом, я даже не дал тебе аудио, Егор, но он сказал, что закончил этот цикл, начал новый, но уже по нашу программу, как постепенно, как мы... Ну, вы бы из этого как посоветовали? Все-таки, наверное, ничего не меняется, как мы всегда говорим. Ну, условно, начни с одного подхода, и тогда ты будешь четко понимать, что тебе нужно расти, и ты будешь чувствовать много, да? Остановись на этом уровне, там, поиграй. Станет мало... Ну, здесь смотрите, какие я бы сделал два вывода. Во-первых, у всех индивидуальная переносимость объема. То есть, для Стефана может быть 20, для кого-то может быть 12 и уже кердых, для кого-то может быть и 30 нормально быть. Второй момент какой? К этому надо идти постепенно. И вот сейчас даже вся наука, ну, циклическая наука, она всегда говорила, что нельзя на системальном объеме работать долго. Ну, нельзя так делать. Поэтому логически, там, например, начинать там с 4, 5, 6, 8, две недельки, 3 поработал и дать отдохнуть. И по-новому. вот такая периодизация, циклирование, это очень грамотный подход. То есть, ни один нормальный профессионал не дубастит круглый год по 30 подходов. Ну, никто не делает. Даже по дебилу такого не делает. Супер, супер. Просто не хипиш, чтобы... А еще, Стефан, извини, я тут тоже забуду. Вот смотри, ты сказал, что у тебя тоже начались проблемы с суставами, но очень интересный момент. Ты на одну и ту же мышцу просто стал делать не одно упражнение, изменил. Андрюх, это что же интересно, почему... У меня уже было два упражнения на каждой группе мышцы, но я просто менял, чтобы не повторить два раза в неделю то же самое упражнение. Да, я об этом и говорю, что смотри, даже просто, к примеру, лучше сделать не 8, условно говоря, рабочих подходов одного упражнения там с той же тяги, а добавить, к примеру, горизонтальной добавить. И тогда сустав, видать, по-другому работает, все-таки, наверное, нервная система чуть-чуть по-другому. И нагрузка другая, Егор, ты понимаешь, чем лежа, да, штанга и гантели, где вес больше? На гантелях, конечно. Ну, получается, как бы, была для мышцы с гантелями такая же нагрузка, а на суставы немножко она была поменьше разгружена. Ну, вот и все. Ага. Ну, интересно, хотел с вами поговорить об этом. Не, вот такие эксперименты интересно делать, особенно если бы мы, к примеру, что-то делали все втроем и показывали, вот это был бы хоть какой-то вариативность разных, мы все разные. Да. И что мы еще можем добавить? Наши студенты, наши зрители, которые смотрят, попробуют. Теперь вы уже знаете, кто-то есть, если что интересует, пишите мне, я отправлю сам статью, прочитаю все. И когда смотрят новые исследования, не просто копируют и поставят. Надо меня, надо понять суть. Я уже сразу понял, что 8 подходов, 32 подходов на каждой группе было чрезмерно. Конечно. И поэтому постепенно начал с 16, начал как 16 подходов. Вопрос, Стефан, смотри, а вот ты делал 6 подходов через минуту. У тебя повторения как падали? Или ты снижал вес в каждом подходе? Начали падать сильно, начали падать сильно. Именно когда я достиг до более 20, 8, 30 подходов в неделю начали падать. Ты снижал вес? В последний, допустим, получилось так, получилось 8, сейчас, секундочку. Получилось 8. Получилось тогда 2 упражнения, 2 упражнения, каждый по 8 подходов. Обычно после 5, 6 подходов уже начал чуть-чуть падать. Вот, смотрите, погодите, Стефан, прям 5 секунд. Вот смотрите, да? Все говорят, нельзя отдыхать, минуту работая до отказа, сразу падают повторения. Вот Стефан говорит, я отдыхал через минуту, и только с 5 подхода у меня начали падать повторения. И еще детали, смотри, и как я знаю точно, потому что я смотрю, скорость, каждое повторение, каждое повторение, это потому что иногда ты можешь, еще сделал 8, но начал, допустим, 0,6 метра на секунду, теперь начал 0,2. Это качество падает. Нет, я постарался на все на качество, в районе где-то 0,4, 0,6 метра. Это очень важно. То есть, смотрите, это же неполноценный отказ, как многие люди его понимают. Когда ты делаешь, и тебя придавливают. Это немножко другое. То есть, это искажение техники. То есть, говорит, когда я не смог соблюдать технику, тогда это для меня был отказ. И вот в исследовании там это четко написано. То есть, невозможность без искажения техники выполнить повторение. То есть, с искажения он мог бы еще 3-4 выдавить. И тогда действительно падение будет от подхода очень большое. А здесь утомлялась только целевая мышечная группа. Я всегда об этом говорю, да? Что есть силоболдинг, да, а есть бодибилдинг, ребят. И здесь отказ наступал у Стефана в целевой группе. Он бы мог дельты подключить, 30, он бы еще дожал. Вопрос, зачем? Потому что люди, которые будут повторять, они должны вот этот фактор очень четко учитывать. Потому что если они начали работать до отказа, а вот ваш подопечный, вполне возможно, что он херачил до реального отказа. Поэтому его накрыло через 2 недели. Да, мы нашли день. Но здесь еще не могу не заметить. Просто копий поставил. Меня слышно? Алло, слышно? Да, 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 да. Слышно, Егор. Ага. Смотри, Стефан, я тебя как бы знаю и понимаю, о чем говоришь ты, Андрей. Но смотри, здесь возникает еще такой вопрос. Стефан, ты работал в позитивной и негативной фазе. У тебя сколько уходило секунд на подъеме и опускание? Вот, я постарался, как они рекоменовали. 2 секунд вниз. Вниз и полторы вверх. Да, я тоже сам. То есть, не, просто я, знаешь, вижу, как тренирует Стефан чаще и он все-таки больше тренирует бойцов. И у него немножечко как бы чисто на скорость. Взрывные. Теряются. Нет, не взрывные. То есть, ты делал, как мы качки. То есть, подконтрольно, да? как рекомендовали. Все понял. Потому что это важно. Согласись, Андрюх, можно просто это важно, конечно. Я могу сделать, вообще повторения не упадут 10 по 10. А если я буду вкладываться, то ты сам понимаешь, можно уже из третьего, четвертого подхода повторения. Ну, вес придется снижать, чтобы сохранять повторение. Конечно, конечно. Это сто процентов правильно. Но я знаю, следовательно, так я и сделал. Для обойти, потому что обычно либо на мощность, либо на скорость. Это другой разговор. Но для себя и для этого, именно для этого. Ну и для ребят, наверное, можно посоветовать, я не знаю, вы согласитесь или нет, вот подбор упражнений для такой программы, мне кажется, играет именно ключевой момент. Потому что, если, к примеру, вы поставите все упражнения, да, особенно, когда у вас уже будет 32 подхода базовые, да вы просто охренеете. Делайте, мне кажется, чем больше подходов у вас в тренировке, делайте, тогда смещайте на конец тренировки на изоляцию. По большей изоляции. Да, да. Я думаю, что больше два раза, больше раз в неделю приседания и жим лежа не надо, понимаете, для обычных людей. Меняй, можно грудь еще работать и ноги, но другие упражнения, как я сделал. И боль, и все больные ушлись. Когда я начал два раза бум-бум-бум, это... Кстати, это очень хорошо, то, что ты стал делать жим, потому что даже больше подключались квадры, ну, условно, при этом это как бы все равно тяжелое, можно сказать, базовое упражнение. Это не разгибание. Да, да, да. Там меньше ягодичные включались там, ну, там смещались балансики нормально. Не, на самом деле очень молодец, Степан. Я не рискнул. Вот я, честно, я не знал, дотянешь ты до конца или нет, мне очень было интересно. Просто результат, да, и вот видишь, ты же определил, да, что 20 подходов для тебя, в принципе, с минутой отдыха, это нормально. Притом, Андрюха, что Степан ходит на работу каждый день, ездит в соседний город, тренирует два раза людей. Потому что меня бесит вот эти, значит, им 25 лет, а они от двух подходов перетренд схватывают. Ну, это они так думают. Я помню, в 20 лет, я в 20 лет работал на конвейере на автовазе, потом полчаса пешком шел на тренировку и два часа там херячил. Каждый день, пять дней. И думал, что я мало тренируюсь, потому что не расту, блин. Окей. Это характер, Егор. Это называется характер и стержень. Понимаешь? Да. Нет, если есть мотивация, знаешь, где искать мотивацию? Да нигде. Если у тебя нет мотивации, сиди на жопе дома, блин, пей пиво. Вот. Молодец. Ребята, просто чтобы закончить здесь, Андрей, не знаете видео, но, слава богу, там закончили, теперь уже на распечатку, в следующем месяце уже моя книга будет готова на английском, языка, там, Рудимакнерикс, большое издательство, и, может быть, до конца года начинаем уже переиздевать на русский, и я хочу отправить тебе, я буду взять твой адрес, отправить тебе копию, чтобы ты смотрел. Там хороший материал. Окей. Егор, надо идти. Давай, понимаю, рад был видеть всех. Давайте, хорошего дня. был рад видеть всех. Очень хорошие свидетельства. Давайте, до свидания, ребят. Спасибо, ребят. Пока-пока.